Светофор с кнопкой вызова установлен на улице Сырымодатова. Здесь весной этого года демонтировали искусственную неровность, но некоторые пешеходы продолжали перебегать проезжую часть именно в этом месте. Подключили пешеходный светофор на улице Сырымодатова в районе гипермаркета Алтандар. Данный светофор предназначен только для пешеходов. Для того, чтобы перейти дорогу, необходимо продолжать кнопку. Данные светофоры позволяют водителям беспрепятственно проезжать это место, пока не подошли пешеходы. В Уральске уже действует четыре подобных светофорных объекта. Вот этот на проспекте Евразия появился после страшной трагедии. Здесь, в этом месте, спели женщины на дороге. Проверим, как это работает. И вот теперь можно спокойно перейти на зеленый свет. Уральцы считают, что пешеходные переходы опасны для жизни и случай гибели людей на зебре происходит в городе регулярно. Пешеходный переход не устраивает. Там везде вообще водитель не соблюдает. Я боюсь, например, при пешеходном проходе пройтись. Я всегда светофоры стараюсь. А там всегда революция вообще страшная проходить. Проходишь этот светофор и то с опаской. Потому что наезжают прямо неимоверно. Я не знаю даже, как бороться с ним. Поэтому очень даже страшно. Вот так вот в другой раз соблюдаешь вроде всего. Вот, пожалуйста. Все нормы соблюдаешь, как правило, да? Вот прямо тут раз недавно. То есть с каждым годом на дорогах становится опаснее? Опаснее, потому что раз чуть не наехал на меня, и главное, и жмет, и даже без всякого этого. Я не знаю даже, как, что это делать. Также в Уральске на двух перекрестках появятся новые секции светофоров. Так называемый «Красный плюс». С 20 июня у нас будут подключены два светофора. Это на перекрестках улицы Хурмоглаза-Маметова, а также Маметова-Петровского. «Красный плюс» означает, что для встречного движения загорелся красный свет. То есть вы беспрепятственно можете поворачивать налево. Если выключился красный плюс, то, соответственно, это означает, что для противоположного движения тоже загорит зеленый свет. В отделе пассажирского транспорта отметили, что светофор с кнопкой вызова появится и на проспекте Назарбаева возле ЗКГУ имени Мохамбета Утемисова. Роман Копняев, Айбула Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.